Провести фестиваль скандинавской ходьбы, а заодно сплотить людей, которые любят спорт и здоровый образ жизни, решили в Союзе женщин Мирненского района. Пригласили инструктора, кинули клич среди желающих, а что из этого получилось, расскажет Тамара Бессмертная. Разминку группа проводит с явным удовольствием, осознавая необходимость движений и выбор скандинавской ходьбы как наиболее приемлемый вид спорта для людей взрослого возраста. Правило не сложное, а эффект поразительный. Экипировка простая, а палку подобрать помогут увлеченные коллеги. Мы решили провести фестиваль скандинавской ходьбы в Мирненском районе для того, чтобы сплотить тех людей, которые любят спорт, любят здоровый образ жизни. И для того, чтобы помочь, может быть, некоторым правильными советами, как правильно выбрать палку, какой метод выбрать ходьбы, какую погоду, как нужно заниматься скандинавской ходьбой. Впервые люди, выбирающие скандинавскую ходьбу, собрались вместе. Кто-то новичок, а иные занимаются уже третий год. Айталина Попова – медработник, рекомендует нордическую ходьбу всем. При внешней простоте нагрузка на организм значительная. Задействуется 90% мышц тела, нормализуется давление, уходит лишний вес. Каждый день занимаюсь, я не могу сказать, потому что от времени зависит. Если на работе дежурствую, я тоже не могу выходить. Если есть время, я себе час уделяю, иду в парк, живу рядом с парком. И там мы ходим по трассе, получается, эта трасса лыжная. И там рядом мы тропинку сделали, 5 километров. Это так здорово, потом прям настроение поднимается. В небольших городках люди в возрасте оказываются куда более прогрессивными, чем молодые. Пока последние думают, как они будут выглядеть с палками, пожилые уверенно выходят на дорожки. Но советов профессионалов все же не достает. Ходить, чтобы жить – это логично. Присоединяйтесь. Тамара Бессмертная, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».